Винсент Килпастор. Беглый. Аудиороман. Глава первая. К счастью, нас освобождается сегодня только пятеро. Иначе оформление у этих негодяев заняло бы долгие-долгие недели. Спешить тюремным чиновникам в этом поселке совсем некуда. Мы давно вышли за ворота, но нас уже третий час фильтруют из одного казенного коридора в другой. Из кабинета с Юркбаши в кабинет с Амиром Тимуром. Заставляют подписывать бумаги, формы, бланки. Спрашивают, где собираемся трудоустраиваться. Дают по несколько тысяч смешных узбекских денег. Амир Тимур, как обычно, скачет на лошади. Реальную стоимость арабского скакуна мы откроем для себя сразу же. У ближайшего, торгующего сигаретами и залежалым сникерсом, поселкового ларька. Мужички одеты похуже меня. У них не было таких возможностей. Весь их вид уже является нарушением столь ненавистного мне понятия «общественный порядок». А мужички собираются купить кроме сигарет еще и мутноватой теплой водки. Свобода. Хотят, понимаешь, чтоб фиеста взорвалась немедленно. Настрой у мужичков искристый. Зовут и меня, хотя вроде по понятиям с гадами пить неправильно. Помню, последние пару месяцев совершенно незнакомый мне человек в лагере постоянно грозился при встрече. Найду я тебя, гадила, на воле. Знаю, где ты живешь. Найду. Убей не помню, чтоб сделал ему какое-то зло. Ну, пусть ищет. И ввалит меня на глушняк, раз так ему угодно. Знает он, где я живу, шустряк. Да я сам еще понятия не имею, где жить стану. Похоже, мужички на радостях простили не только меня, но и ментов, которые еще вчера погоняли их дубинами на промку. Шмонали. Крыли матом. А теперь вот трутся рядом в ожидании бесплатной выпивки. Амнистия. Люди быстро умеют прощать. Мы уходим. А ментам еще отбывать тут до самой пенсии. Пожизненно. Нет уж, ребята, спасибо. Отсидеть здесь столько лет, чтоб, выйдя на месте, нажраться с унылыми псами. Вам их рожи не осточертели, нет? А очнемся потом утром в клоповном зенгиатинском вытрезвителе или в местной ментуре, если в ходе торжеств вдруг припомнятся старые обиды. Как говорится, кто куда, я в сберкассу. Пейте сами, ваш трескучий арак. Узнав у ментов, где тут автобусная остановка, в город, я, прикурив у знакомого прапора, направляюсь туда. Извините, но не могу никак. Меня ждет царство. Сижу на остановке. Жду автобуса. Закуриваю снова. Читаю надписи, ожидавших автобус до меня и канувших в лету пассажиров. Ассалам, бахтийор. Смерть ментам. И короткое. Кот. Мне становится близким агрессивный настрой пассажиров. Автобус тут редкий гость. Сидеть снова совершенно не по силам. Начинаю шагами мерить остановку по диагонали. А внутри все кипит звенящей радостью. В голове тоже бедлам полнейший. Хочется двигаться и орать. Воля! А автобуса нет. Нет автобуса. Вокруг меня только глиняные узбекские дувалы, которые, говорят, в Афгане наши умудрялись прострелить только бронебойным снарядом. Ну нет уж больше сил ждать. Еще пять минут, и я начну биться в конвульсиях на заплеванном зеленом насвае бетоне остановки. Я знаю, что до окраины Ташкента, до Сергелей, всего-то каких-то километров пятнадцать-двадцать. Так какого же хера? Пусть автобус теперь меня догоняет по пригородным колдобинам. Дорога в тысячу километров начинается с одного шага. Решительным маршем двигаюсь по пыльной дороге туда, где, по моим расчетам, должны быть Сергели. Если не просчитался, через пару часов дотопаю. Ну или не через пару. Дотопаю все равно. Ментовский поселок быстро остается позади. Прощайте. Я не буду скучать. Кажется, что я иду слишком медленно, и шаг мой трансформируется сперва в трусцу, а затем в какую-то нервную рысь полузагнанной лошади Тамерлана. В зоне ноги отвыкают от расстояний. Икры почти сливаются с костью. Атрофируются. И, сдырявленная постоянным курением дыхалка, тоже не ахти какой помощник. Теперь мне кажется, что дорога петляет, и я срываюсь напрямую, через поле, с плохо убранной и теперь гниющей на грядках капустой. Запах капусты напоминает варочный цех-столовой. Шефа Рустама и его поварят. Прощайте, Микки Маусы хреновы. Когда в очередной раз, поскользнувшись на вялом и осклизлом капустном листе, я пикирую носом в землю, невольно оборачиваюсь и вдруг вижу зенгиотинскую командировку. Всю, как на ладони. Она оказывается такой несуразно маленькой. Огромный кипучий мир, зона, которая была моей вселенной единственной реальностью два года, сейчас размером со спичечный коробок с муравьями внутри. А еще издалека зона просто кажется чем-то мирным, вроде пионерского лагеря или санатория с вышками, как в Треблинге. Маленькая бетонная коробочка на фоне бескрайних капустно-свекольных бугриста-борщовых полей. Вспомнив в секунду все, что пришлось пережить в этой коробочке, я слегка вздрогнул. День освобождения. Я ждал его шесть с половиной лет. Дня, когда отпустят и дадут бумажку, что можно уже. Бумажка узкая и длинная, будто отмотана от рулона туалетной бумаги. Она зашифрована на новом узбекском, так что ни один освободившийся со мной узбек не смог толком разъяснить таинственный смысл напечатанных под копирку с заклинаний. Внизу бумажки мой старый знакомый, лысый и перепуганный фотовспышкой мудак. Шесть с половиной лет назад это был мальчишка, в розоватых соплях первой любви, сперший кассу из родного офиса. Теперь мы имеем готовый продукт исправительной системы, законченного негодяя, на котором негде ставить клеймо. Был ли я опасен для общества, когда садился и трепетал от одного слова «тюрьма»? Опасен ли сейчас? А вот подождите, скоро и увидите. Если я так нормально смог устроиться на строгом режиме, думаете, тут в царстве мягкотелых граждан не пробьюсь? Ха, стало темнеть. И тогда, далеко впереди, я вдруг увидел игривые огоньки девятиэтажек сергилей. Только в тот момент мне стало наконец понятно, что я действительно на свободе. И, ежесекундно спотыкаясь через грядки, я рванул на своих макаронных ногах в сторону большого света. Когда мой отец получил давно ожидаемое продвижение по службе, вместо коми предложили альтернативу. Трехкомнатная в Сергилях или трехкомнатная на Юнусабаде. В те далекие времена оба района были практически равнозначными городскими окраинами. И выбери тогда отец Юнусабад, стояло бы сейчас наше родовое гнездо в тихом центре сегодняшнего Ташкента, в тени узбекской версии Останкинской телебашни. Но отец взял да и выбрал Сергили. Поэтому, как жутко бы это ни звучало, но большая часть моего детства прошла на кладбище. Маленьком, уютно заросшем сиреневыми кустами и ирисами, Сергилийском кладбище. Помню смутно веселый день переезда. Е-раз, был такой ереванский автозавод, почивший позже в неравной борьбе с Тойотами и Вольвами. Друзья и подчиненные отца таскают мебель, и я, волоку на пятый этаж, тяжеленную штуковину, через которую тогда подключали телевизоры, стабилизатор напряжения. Было мне лет шесть, и этот стабилизатор запомнился образцом непомерной тяжести, страдания и бесконечной бетонной лестницы. Похоже, в тот день досталось всем, потому что в конце, когда весь скарб перекочевал из грузовичка в наш тогда совсем еще не обжитой зал, товарищи отца махнули по 250 коньячку с лимоном, да и заснули. Кто где, в повалку, на чем придется. Мы переехали. Я стряхнул себя этот полугон воспоминаний и бодро вошел в Сергили. Именно так, знаете ли, вступил из каких-то сумерок прямо на залитую ярким светом фонарей крикливую сергилийскую ярмарку. Около огромных тазов, прямо на земле, расположились узбечки, торгующие семечками и куртом. Волной пряности пахнуло от рядов, где кореянки торгуют хе, куксу, морковкой и кимчи. Сейчас я накоплю у них всего и лягу в тарелку лицом. Пожилой узбек похож на Моргана Фримана. Выйдя из Шаушенка, Фриман в традиционном советском непервой свежести белом халате продает из плохо сбитых, неоструганных деревянных ящиков советское шампанское. Правда, слова на наклейке теперь «Узбекистон шампани». Но меня не обманешь. Это советское. Шампанское в ящиках на базаре продают, наверное, только в Узбекистане. Вы только представьте, в Париже или Риме из грубых, неровных, занозистых ящиков какой-то негр продает на улице дорогой Мумс или Дом Периньон. А у нас в Ташкенте вот оно. Рядом с полуметровыми медовыми дынями и с тылыми ножками Буша. Именно этот нектар и стану пить в первый день свободы, а не теплую ларечную водяру. Почти на все выданные в Зенгеоте тысячи я купил две бутылки полусладкого в классических толстого зеленого стекла сосудах и, прибавив шагу, заспешил домой. Полусладкое. Звучит, как сорванный на бегу девичий поцелуй. Уверен, что застану дома маму. Она накроет всяких домашних вкусностей на стол. А я выкушаю прохладного шампанского и погружусь в пенную ванну. Парадайз. Но меня ждет безумный и совершенно чудесный сюрприз. Подарок судьбы. Дверь мне открывает девушка. Девушка, понимаете? Незнакомая и сразу безумно желанная. У нее короткая стрижка, добрые карие глаза в полщики, как у Нэтали Портмен, и очень мягкая, гостеприимная на вид грудь. Я так и уставился на грудь. Утонул в ней с головой. Слышу сквозь вату, как девушка поздоровалась, потом слышу, как она радостно призывает мать, а сам пялюсь и пялюсь на совершеннейшие формы этой груди, ее правильный размер, изгибы и начало ложбинки, ведущей в вечность ее скромного декольте. Тюр де грудь. Это слишком для моей психики. Свобода, Сергей Ли и Узбек с шампанским. Девушка. Сиськи. Нет, эдак лучше. Сиськи. Несколько лет лишения женщин, и вы становитесь беззащитным, как ребенок. У них между сисек возникает осязаемый многоцветный поток смертоносного феромона. «Поток бьет вам в лицо и парализует. Кролик и удав. Тут главное, чтобы в обморок не грохнуться». Девушка быстро догадалась, что я уже в два счета ее раздел, даже лучше сказать разделал, и наскоро, судорожно, по-собачьи, имею ее, милую, уже прямо здесь, в коридоре. Щечки красавицы стали бордовыми, и она голлопом рванула на спасительную кухню. Я вздохнул, как стареющий лабрадор, и, откопав в ароматной куче обуви старые отцовые тапочки, пошлепал за ней следом. Девушку звали Таня. Татьяна. Она была двоюродной сестрой моей мамы, и, следовательно, моей тетей. Тетя Таня. Каким образом у меня оказалась тетя на два года меня младше, и почему я ничего не слышал о ней раньше, не спрашивайте. У самого плохо с математикой. Особенно сейчас. Но как же я рад, что у меня есть такая изящная, нежная тетя с белой шеей, глазами Бэмби и эталоном сисек. Именно такими, такими и должны быть сиски. Хороши. Хороши сиськи у тебя, Танюша. Я положу между них голову, а потом, как дикарь, добравшись до целительного идола, стану прикладывать к ним другие части тела. Инцест, и только инцест вернет мне потерянный покой и душевное равновесие. Танин муж, другими словами, мой неведомый шустрый дядя, вот уже второй год завоевывает Германию. Ассистент механика в немецкой автомастерской. Пьет немецкое пиво и ремонтирует немецкие фольксвагоны. У нашего Паши золотые руки. Наш Паша регулярно шлет моей славной тете деньги, но вот с визой что-то, ну, никак не срастается. Тетя живет на ренту от ремонта вражеской техники. Вот и в этот раз Таня, собрав спортивную сумку, приехала на очередное провальное собеседование в Ташкентское бундеспосольство. Я паду перед тетей на колени и стану ей молиться. Весь вечер посвящаю тете Тане теплые, красноречивые взгляды, которые не обходит вниманием и моя наблюдательная мама. В конце концов, мама ретируется к телевизору, в зал, а Танюшка начинает мыть посуду. Я потягиваю узбекское шампанью и овечьим взглядом прощупываю ее попу под тонким трикотажным платьем цвета кофе с молоком. Интересно, почему не проступают трусики? И какой такой новомодной, затейливой формы эти трусики окажутся? Я натяну их себе на лицо и буду дышать. А может, а может, трусиков там нет вовсе? Тетя уже два года не видела с дядей и, думаю, станет сегодня легкой добычей. Мой первый день увенчается небывалым успехом у женщин. Шампанское уже было. Очередь за роскошной женщиной. Свобода, как говорится, вас встретит радостно у входа. Первую большую ошибку в этой беспощадной партии она делает, согласившись прогуляться со мной по Сергилям. «Один ноль. Теперь ты, Таня, на краю пропасти. Анна Каренина уже на рельсах. Локомотив неминуемо на всех парах приближается. Мы берем с собой пачку ментоловых кент и под понимающим взглядом мамы выпуливаемся во двор. Кажется, мы давно уже обсудили все детали на уровне взглядов. Остальное — просто дело техники. Самое главное, чтобы техника не сильно заржавела за бесцельно прожитые годы. Катимся по лестнице вниз, и я узнаю каждый наскальный рисунок, слоган и даже царапину на стенах родного подъезда. Я выпуливался отсюда когда-то в школу, мял здесь в восторге соседку Анюту, подглядывал под юбки восходящих женщин, пролетал голопом, несясь выгуливать нашу фамильную собаку, капал в красные глаза нафтезин. Теперь вот с прической три дня на свободе, дерган и жеманно спускаюсь с тетей Таней под руку. Строю в голове планы один грязнее другого. Начинаем нарезать медленные витки по сергелям. Мне все равно, где гулять, лишь бы рядом с этим воплощением счастья. Нежно обнимаю Таню за талию, слегка прижав руку к волнующим изначалиям ее жопы, где сейчас сосредоточился смысл жизни. Смысл жизни немного мешает мне идти, но мы перестраиваем ходьбу в ногу и плавно двигаемся дальше. Все в сергелях, как и в моем подъезде, имеет символический смысл. Вон окна Макса-шахматиста, там сегодня горит свет, вон Димона, Лешева, Альбы, Корейца Игоря, сестренок-близняшек Наташки и Нади, открывшим нам всем по очереди сладостные глубины первого грехопадения. Всем надо бы нанести визит, но это завтра, завтра. Дайте мужику с этапа отдохнуть. Сегодня есть дело поважнее, дело всей моей жизни. Так нам всегда думается перед первым заходом на очередную принцессу. Когда мы с Таней поворачиваемся в плохо освещенную тополинную аллею позади седьмой школы, я рывком разворачиваю тетушку и гибнотически парализую ее взглядом, очень нежно целую в ее бархатно-мягкие, чуть влажные губы. Она тут же откидывается мне на руку и, прерывисто дыша, возвращает поцелуй. Совершенно теряю от этого голову. И единственная мысль, освещающая мурак пропасти, — это где? Где же то самое место, чтобы спокойно сделать ей хорошо, а? Чтоб довести до конца начатое, быстрей. Точно не здесь около седьмой. Во двух шагах отсюда — опорный пункт. Там за время моей беспутной жизни в Сергилях сменилась плеяда кишлачных, приехавших покорять столицу, участковых. Сначала копченый, потом дикой. И, наконец, преподобный Кришнадаст Гасвами, в кабинете у которого красовалась когда-то и моя особо опасная ориентировочка. Вы сами меня таким назвали, Минды. — Сергилийское кладбище. Вот куда. Если пройти сквозь аллейку позади седьмой школы, перемахнуть через большую Сергилийскую дорогу, обогнуть гигантский комбинант корявой кухонной мебели, окажешься прямо на кладбище. — Сергилийская клаха. И умерших вспомним. Неровными буквами с синей половой краской там когда-то расписался Леший. Вот куда мы сейчас рванем. По самой близкой дороге на кладбище. Там, в тишине и покое, ты будешь мучительно стонать, Татьяна. Жутковато немного. Темно ведь уже. Но уж больно не втерпешь. Когда до кладбищенской стены остается метров двадцать пять, у Танечки что-то перещелкивает в голове. В их непонятной женской голове такое часто бывает, особенно у целок. И она заявляет. — Отведи меня, пожалуйста, домой. Сейчас же. — Домой? Какие нахрен сейчас домой могут быть, когда мы почти у цели? И ведь не целка же. Дочка, говорят, растет на земле померанской. И не предавалась ведь разврату вроде года два. Чтобы снова настроить жертву на нужную мне волну, глубоко целую изо всех сил стараясь, чтобы она потеряла голову. Мне помогает. Ноет как больной зуб. — Ну, пожалуйста, ну не надо. Домой хочу. Отведи меня домой. Я не выдерживаю и рву на ней блузку, брызгом пуговиц во все стороны. Я должен это увидеть. Я должен. Или не жить мне. От вида ее груди моментально обалдеваю. Сердце, рванувшееся с горла, падает к желудку микроинфарктом. Кожа Таниной груди нежная и такая атласная. Сами груди очень тяжелы на вид, совершенно круглые, как само счастье. Две или три непередаваемо правильные расположенные на грудях родинки доводят их до умопомрачительного совершенства. О, эти гросящие, гросящие сиськи! А запах! Какой же мне в голову ударяет запах! Вы знаете, как пахнет подмышками у баб? Всегда суйте первым делом нос к ним подмышки. Шанель номер сто! Я впиваюсь в сосок, как безумный, со всей силой сдерживая себя, чтобы его не откусить. А она вполне серьезно уже молотит меня руками по голове. Я знаю, если сейчас крепко взять ее за талию, можно резко наклонить ее назад и всей своей массой навалившись бросить Танюшку на спину. Так учил великий сенсей. Легко. Потом расслабится и сама даст. Еще спасибо, сучка, скажет. Ну, не могу же я насильно. Оттолкнув Таню резко в сторону, отбегаю к забору умерших, вспомним, рву ширинку, двумя, за годы привычными жестами резко передергиваю затвор на бетонограды. Потом медленно вытираю от джинс и руки, прикуриваю и глухо говорю. Пошли домой. Из афганского альбома официально декларированные цели США в афганской войне свержение режима талибов, освобождение территории Афганистана от влияния талибов, пленение и суд над участниками Аль-Каиды. Однако, по мнению некоторых журналистов, настоящей причиной послужил отказ талибов в прокладке трансафганского трубопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия на условиях США. План вторжения США в Афганистан существовал еще за полгода, до взрывов 11 сентября. Идея грандиозного проекта трансафганской трубы материализовалась в конце 90-х годов прошлого века. Американцы плечом к плечу с саудовскими братьями и отчего-то бразильцами черканули фломастером через девственные маковые поля Афганистана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слева возле сердца выхлопная труба Работают моторы, не меняется судьба Я падаю в небо ради тебя 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 Я падаю в небо ради тебя